Привет, дорогой друг, с тобой Паша Пиаваров, и недавно у нас на канале вышло видео про фильм «Викинг». Если ты его не видел, то ссылочка обязательно будет в описании. Там я рассказывал о том, как на фильм ругаются активисты, петиции, чтобы его запретить, как там всё сделано неправильно, про сам фильм, чем он мне не понравился. И после просмотра я вспомнил про один очень хороший мультфильм, и я думаю, что стоит вам про него рассказать. И в эти холодные каникулы, я думаю, вам всем будет полезно посмотреть на тёплую, приятную картинку хорошего мультфильма. Поехали! Мультфильм «Князь Владимир» вышел в 2004 году. Задумался мультфильм как целая трилогия, но еле окупил свой бюджет, поэтому, к сожалению, продолжение мы так и не увидели, а прошло уже 12 лет. Собственно, как и фильм «Викинг», мультфильм рассказывает про жизнь князя Владимира, точнее, про его такой рост, про то, как поссорились братья, но по другим, на мой взгляд, более интересным углом. Чем же мультфильм 12-летней давности с бюджетом в 5 миллионов долларов мог обойти свежий фильм с бюджетом в 20 миллионов долларов? На мой взгляд, практически всем. Да, сравнивать современную супер-пупер-крутую картинку с тогдашней анимацией не совсем справедливо, поэтому здесь, ну, дело вкуса. Но сюжет, персонажи, целостность повествования, мотивация здесь, в отличие от фильма, все это есть, не только полной тщательной исторической достоверности. Все-таки это сказка. И начинается мультфильм прям с сцены, где два волхва ругаются между собой. И один из них, служитель Перуна, становится злодеем. Вот этот, как, как, как можно было доверять, ни в чем не подозревать человека, который выглядит как вокалист группы Кукры Никсы? Я не понимаю. Но, в общем-то, этот Крив же и будет злодеем весь этот фильм. Он подстраивает так, чтобы братья поругались. Он вот из-под тяжка так манипулирует людьми, чтобы все шло по его сценарию. Он договаривается с печенегами. Мол, я вам слабую Русь, а вы ее захватите. И, наверное, как-то потом он планировал рулить печенегами. С одной стороны, вот такой вот карикатурный злодей, и это довольно сильное упрощение сюжета. С другой стороны, из-за него мотивы героев выглядят намного более ясно. К примеру, этот жрец клеветой погубил Олега и, видимо, как-то подставил Ярополк. Ярополк пишет письмо Владимиру, мол, «Братюнь, так ты и так, такое случилось, не доверяй этому злодею, и давай, в общем, как-нибудь объединимся». Но гонца с письмом перехватывает Гривжа и в итоге доставляет Владимиру письмо, где якобы Ярополк предлагает печенегам вместе напасть на Владимира. Поэтому Владимир и решает идти на Киев, поэтому Владимир и решает воевать с братом. В отличие от фильма, где я до последнего не понимал, Владимир идет с ним драться или идет с ним мириться. Здесь князь почти всегда понимает, чего он хочет, что он делает, куда он идет. В отличие от викинга, где князь показан просто какой-то жертвой обстоятельств. С этим потерянным лицом, с этой отстраненностью в битве, где ты не понимаешь, участвует он или у него какой-то припадок. Вот Владимир, вот князь. Князь, который за первую минуту экранного времени показывает больше человеческого, чем Данила Козловский за два часа фильма. Битвам в мультфильме уделено намного меньше времени, чем в фильме, ну, на то он и мультфильм. При этом смотрятся они лучше. Не эффектнее, но понятнее. Ты разбираешься, кто здесь плохой, кто на кого нападает, что происходит. Да и знаете, кровища там достаточно для детского мультфильма. Да и в конце концов, сочувствуя герою, ты начинаешь переживать за него, и в итоге какая-нибудь небольшая драка, мультипликационная, нарисованная 12 лет назад, ощущается острее, чем в огромном многобюджетном блокбастере. Да вот хотя бы встреча двух братьев, которые показаны здесь намного сильнее благодаря одному флэшбэку. Здесь Владимир действительно переживает, Ярополк переживает. И умирает он здесь из-за подлости, а не из-за какого-то странного несчастного происшествия в фильме, где просто со всех сторон появляются руки с мечами, пронзают его и исчезают в темноту. А его брат, князь Владимир, действительно винит себя в произошедшем. Он переживает, в отличие от Данила Козловского, который тут же отправляется трахаться на второй этаж. Ну а по настроению мультфильм, конечно же, сильно отличается от фильма. Здесь есть и темные тона, и серьезные переживательные сцены, но также при этом здесь есть и всякие светлые моменты, прекрасные пейзажи, замечательная музыка, написанная, не боюсь этого слова, группой Любе, она действительно здесь очень крутая и в тему. Действительно как-то отзывающаяся в сердце, как-то западающая в душу, и в правильные моменты навеивающая, то какую-то тяжесть на сердце, то наоборот какую-то легкость и светлую радость. Я, честно говоря, не ожидал такого от Любе. Да и Русь сама показана довольно-таки светлой, довольно-таки чистой. Здесь нет этих комков грязи, которые отваливались от актеров весь двухчасовой фильм. Она здесь чистенькая, аккуратная, но при этом в чем-то, в каких-то нравах, в каких-то традициях довольно-таки темная. И да, язычество здесь показано тоже не с самой лучшей стороны. Не с целиком, не так порицательно, как в фильме. То есть есть как бы плохие жрецы, есть как бы хорошие жрецы, но вот нет вот такого четкого контраста, мол, вот, значит, христианство оно хорошее, язычество плохое. Здесь как-то все более-менее уравновешено, но все равно преобладание христианского по тексту такого, что бог, любовь, тра-та-та, и это все замечательно, и всем это надо принять. Оно, конечно, чувствуется, но не так оголтело, как это было подано в фильме. А посмотрите на рисовку. Это не современное 3D, это не современное 2D. Это действительно старая, классная, ручная анимация. Здесь обязательно опрашивается параллели с потрясающим визуальным рядом Бандерсака, который, я надеюсь, многим из вас знаком. В общем, мультфильм вышел чудесным, конечно же, не без минусов. Мне кажется, что в хронометраже слишком много всего лишнего. Если без мультфильма вырезать немного нудных сцен, немного не очень нужных сцен, каких-то гэгов, которые там совсем не обязательны, в тот же самый хронометраж можно было уложить намного более длинную историю и не оставлять людей, полюбивших этих мультфильм, с горьким разочарованием, когда они поймут, что вторая часть и третья никогда не выйдут. Поэтому, если вы хотели получить какую-то классную, интересную, захватывающую историю про древнюю Русь, князей и дьянофильм Викинг, то, ребята, вы найдете ее в мультфильме 2004 года. В конце концов, вся эта ламповость, которая пропитана мультфильм, она обязательно должна помочь вам согреться этими холодными зимними вечерами, ведь впереди у вас еще несколько дней каникул. Я думаю, выкроить два часа времени на хороший мультфильм у вас не ставит никакого труда. Вообще, конечно, скрестить бы эти два произведения как-нибудь в одно, взяв хотя бы вот уровень сюжета, проработки персонажей, внимание к деталям от мультфильма и графику и бюджет от современного фильма. Вполне возможно, вышло бы очень круто, ну а пока придется довольствоваться всем как-то по отдельности. Так что бегите смотреть мультики, если вам понравится мультик, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые крутые видео. С вами был Паша Пиаваров и до встречи на том же самом сайте.